Доброго времени суток, с вами Влад, вы на канале КБЭП, и это Diablo 2 Resurrected. Сейчас начался закрытый бета-тест для тех, кто предзаказал игру. И таки, если вы всё-таки заплатили 2000 рубликов, то сможете сыграть в неё прямо сейчас. Однако, можно подождать 20 число и сыграть в открытый бета-тест, куда пустят всех желающих. Игра же сама по себе выходит в сентябре. И знаете, хочется подметить, что Близзы сейчас сделают ремастер вообще всего, чего только можно. Они сделали ремастер в Warcraft 3, что на самом деле было не самым лучшим их ходом, и там полная фигня получилась. Они делают ремастер Diablo 2, и уже краем уха я слышал, что планируются ремастеры Diablo 1. Знаете, я думаю, будет более правильно, пожалуй, рассказать вам вообще, в принципе, по порядку по поводу этого ремастера. Чем он нас встречает, какие герои нам доступны в ремастер, и какие ощущения вообще сейчас от того, что было проделано Blizzard. Да и вообще от игры спустя столько десятилетий с момента её выхода. Встречает нас игра очень годной кассцены, которой приятно смотреть. Вот чего у Близзов не отнять, так и ролики они делать умеют. Что World of Warcraft, что StarCraft, что Warcraft, что Diablo. Ролики, блин, реально хоть кино снимай. После качественной кассцены, которая озвучена на русском языке, а стоит подметить, что вся игра озвучена, и озвучена очень даже хорошо, нам предлагают выбрать одного из семи персонажей. И вот тут я уже столкнулся с первым довольно серьёзным багом, из-за которого мне пришлось удалить перса, а именно, создал я паладина. Пошёл им нести разумное, доброе, вечное, и было это практически после старта сервера. Буквально спустя через час, это было в 9 часов в Москве, сервера легли. На Европе играть было невозможно, и игра мне говорила на тему того, что мой паладин сейчас в игре, и зайти я на него не могу. Набрал я пятый уровень. Это, на самом деле, немного, но, как говорится, мелочь, а приятно. Кое-как зрители мне помогли понять, что, оказывается, это лег европейский сервер, и надо перейти на Азию. Когда я перешел на Азию, лег азиатский сервер. Я перешел на американский сервер, и таки смог зайти в игру. За паладина я, правда, зайти так и не смог, потому что игра всё ещё говорила мне, что паладин занят, и он находится в игре. Ну, я, недолго думая, поигрался, создал другого персонажа, и подумал, ладно, хрен с ним, зайду завтра утром, ну, или днём. В итоге, когда на следующий день я подошёл, оказалось, что несколько уровней моего паладина не сохранились и просто сгорели. И был мой паладин пятый уровень, когда я вышел, а когда зашёл, он стал третьего уровня. Если вы думаете, что на этом мои злоключения с этим паладином закончились, то нет, вы полностью ошибаетесь. Когда вечером я снова зашёл за этого паладина на стриме, я смог выйти из города, немного пробежаться, и дальше у меня всё зависло. Ну, намертво, как будто соединение с сервером упало. При попытке зайти на другого персонажа всё было нормально, но именно при попытке зайти на этого паладина игра снова говорила, что какая-то фигня, и паладин уже в игре. Потом я, правда, созвал другого паладина и им спокойно играл, но вот этого персонажа мне пришлось удалить. И это было, мягко говоря, неприятно, а если бы у меня паладин был, к примеру, 50-го и 60-го уровня. Хочется, конечно, верить, что это все болячки за БТ. Да вот только до релиза игры осталось чуть больше месяца, и... ну, всё может быть, всё может быть. Ну, а что же касается игры, то, знаете, это старая добрая Диабло. Та самая Диабло, в которую, ну, лично я засиживался в компьютерных клубах, играл у братьев, и на своём стареньком компьютере, у которого было 2 гигабайта свободного места на жёстком диске. И тогда игра эта дарила эмоции, дарила радость, потому что, блин, она была инновационной, она была шикарной, она была красивой. Даже несмотря на разрешение 800 на 600, она была действительно увлекательной и интересной системой прокачки. Что же сейчас? Ну, Диабло 2 Resurrected, по сути своей, это старая добрая Диабло. Да-да, именно та, которой вы её помните. Только на неё натянули более-менее осовремененную графику. Нет, конечно, графика не дотягивает до уровня третьей Диабло, но, честно, она выглядит более чем приятной. И если вы действительно являетесь фанатом серии Диабло, если вам действительно есть что вспомнить и поностальгировать, то эта игра, в принципе, того стоит. Но, правда, стоит учитывать, что стоит эта игра 2000 рублей. За эти деньги вы получите обновлённые кассцены, которые действительно перешли на современный уровень, и можно спокойно поставить с уровнем роликов Диабло 3. А вы получите старую классику в современной обёртке. Но именно старую классику, со всеми болячками, со всеми препонами, со всем тем, что было на Диабло 2. Поэтому, если вы олдфак серии, то эта игра для вас. Именно для вас и создана ради вас. А если вы ньюфак, который вот покоряет миры Диабло 3, считает её крутой, то, в принципе, попробовать тоже можно. Потому что эта Диабло не уступает своей харизмой Диабло 3. А сюжет здесь всё так же на очень даже высоком уровне. Правда, боёвка, конечно, мягко говоря, не очень. Не чувствуется импакта от удара. То есть не чувствуется то, что ваш персонаж наносит какие-то удары ближним бою, на которые реагирует противник. Магия выглядит, как игры на мобильном телефоне. Хотя нет, даже игры на мобильном телефоне выглядят сейчас местами получше. И есть до чего докопаться. Но, повторюсь, если в олдфак, и если для вас это старая классика, то это действительно очень неплохой ремастер. Спасибо огромное за внимание. Надеюсь, данное видео пришлось вам по душе. С вас лайк, с меня новый ролик. С вами был Лат. Увидимся с вами каждый день о трансляциях на канале с 12 до 9 часов в Москве. До скорых встреч. Пока-пока.